привет всем любителям шашечной игры меня зовут олег бурылов и сегодня я вам расскажу о правилах игры в русские шашки я уверен что многие знают из вас даже и не знают все правила игры в русские шашки во первых в русские шашки играют на 64-клеточной доске есть еще 100 клеточная доска то есть 64 клеточная доска это обычная шахматная доска то есть 8 на 8 8 горизонталей и 8 вертикалей на доске расположены 32 32 темных поля и 32 светлых поля игра происходит только на темных полях то есть на светлых полях мы не играем на доске располагаются три ряда белых шашек по 4 шашки в каждом ряду и три ряда черных шашек по 4 шашки в каждом ряду всего у белых 12 шашек и у черных 12 шашек Первыми всегда начинают игру белые Белые ходят первые Тоска располагается так, чтобы слева от играющего белыми располагалось всегда темное поле То есть доска не так должна располагаться и шашки вот так расставляются А всегда вот так Никак иначе Первый ход делают белые У белых, можете сказать, сколько первых ходов? Посчитайте сами Посчитали? Всего у белых есть 7 ходов АБ4, СБ4, СД4, ЕД4, ЕФ4, ЖФ4 и ЖХ4 У черных также есть 7 ответов БА5, БЦ5, ДЦ5, ДЕ5, ФЕ5, ФЖ5 и АЖ5 Значит, белые идут в эту сторону То есть шашки ходят только вперед То есть в эту сторону, в сторону черных А черные в сторону белых Никак иначе Рубить шашки могут и назад, и вперед А ходить только вперед Ну, давайте рассмотрим на примере Допустим, белые пошли вперед СД4 Черные ответили БЦ5 Рубить в русских шашках обязательно Побили шашку То есть, как происходит взятие Шашка перескакивает через шашку белых У черных побили И у черных есть два взятия Либо С на А5 Либо А на С5 Ну, допустим, побили так Вот Игра пошла Ну, допустим, потом уже БЦ3 и пошли И так далее Давайте рассмотрим, как ходят дамки То есть, мы уже знаем Шашки ходят только вперед На одно поле Либо вправо, либо влево Дамки Дамки обозначаются Двумя шашками обычно Либо перевернутой шашкой Но у меня плохо тут видно Поэтому я буду двумя шашками Обозначать дамку Шашка становится дамкой Когда достигают То есть, белые идут отсюда Сюда Когда белые достигают Последних Клеток Клеток на последней горизонтали Черных То шашка становится дамкой Допустим, стояла шашка здесь Пошли белые сюда Поставили дамку И так же и черные Допустим, шашка стояла здесь Пошли вперед Стала дамка То есть, черные ставят дамки На этих полях На первой горизонтали На которой стояли шашки белых Как ходит дамка? Дамка может ходить На всю длину диагонали То есть, допустим, стоит на большой дороге Эта линия называется большая дорога Вот, могут пойти на всю линию Могут на одно поле сходить На два На три На четыре На пять На шесть На любую длину поля То есть, ну, стояли, допустим, здесь Могут пойти сюда Сюда, сюда, сюда И так далее Рубить дамка уже немножко по-другому Чем шашка Как рубить шашка? Допустим, стоит шашка белых Ну, допустим Есть три взятия, да? Ну, пусть даже четыре Вот, как может побить шашка белых В данной позиции? Она может побить сюда То есть, перескочили Сняли шашку Может побить вперед Шашка становится дамкой Снимаются шашки Может побить назад Одну шашку И может побить В сторону Две шашки побили, да? А как рубить дамка? Ну, давайте Рассмотрим Небольшую комбинацию Ударчик Допустим Вот такая позиция Как бы вы пошли в этой позиции? Можете поставить видео на паузу Подумать Белые начинают и выигрывают ЕД4 Черные обязаны бить По правилам русских шашек Срубили И белые начинают рубить Побили одну Вторую Третью Шашка превращается в дамку И уже дальше продолжает бить Как дамка То есть, она может остановиться На любом поле На этом На этом На этом Или на этом Ну, допустим, сюда После этого Снимаются Побитые шашки Еще Всего есть Три Отличительных Правила Русских шашек От других Видов шашек Но есть Так называемые Бразильские шашки Они 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 Так скажем В них играют По правилам Стоклеточных Международных шашек То есть Шашек Где доска 10 на 10 И 20 шашек У каждого соперника Ну, давайте Расскажу вам Три отличительные Особенности Русских шашек От бразильских шашек Вот Смотрите Вот такая позиция Допустим Вот Ход черных Черные пошли Неосмотрительно И отдали шашку Под бой В правилах Бразильских шашек Белые Вы побили Шашку И шашка Превещается В дамку И следующим ходом Только она может Побить эту шашку То есть Побить либо сюда Либо сюда Ну, если черные Отойдут Тогда уже белые Не смогут ее побить А в русских шашках Отличительная Особенность От бразильских Шашка бьет Становится дамкой И сразу же Продолжает удар То есть Останавливается Либо здесь Либо здесь Допустим Здесь И после этого Снимаются побитые шашки Это первое правило Второе правило Допустим Такая позиция Видно, да? Допустим Черные опять Поддали Две шашки Белым В правилах Бразильских шашек То есть Белые Перескочили Через дамочное поле Побили Две шашки И шашка Так и остается Шашкой Она не становится Дамкой А в правилах Русских шашек То есть Побили Шашку Превратились в дамку И могут Остановиться Либо здесь Либо здесь Либо здесь Либо здесь Ну допустим Здесь Шашки снимаются Вот это второе Отличительное правило Третье Отличительное правило В бразильских шашках Допустим У вас есть Возможность Взятия Вы можете Допустим Код белых Либо побить сюда Превратиться в дамку Либо побить сюда То есть Одну побить шашку В бразильских шашках Вы обязаны Бить две Обязаны Правило большинства Называется А в русских шашках Вы можете Побить одну То есть На ваше усмотрение Возможно Вам выгоднее Побить одну И вы побьете одну Пожалуйста Как хотите Так и бейте Еще одно Отличительное Еще одно Правило Но оно Кстати действует И в международных Шашках Допустим Давайте Посмотрим Такую позицию Так Так Ну пусть так будет Вот такая Позиция Да Так 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 Вот Ход белых Белые пошли сюда Черные побили Теперь Как могут побить Белые Белые могут побить Две шашки Белые могут побить Одна Вторая Три шашки Правильно? Белые могут побить Так 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 Дамка И далее продолжается удар Сюда Сюда И вроде Хотят опять побить Но нельзя То есть В шашках Действует Такое правило Что через одну И ту же Побитую шашку Перескакивать Два раза Нельзя Только один раз Можем перескочить То есть Побили 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 Дамка Побили Побили Должны остановиться Либо здесь Либо здесь Эту уже шашку Нельзя Через нее нельзя Перескакивать Потому что ее уже нет Мы ее уже Побили И после этого Только снимаются Снимаются Все остальные шашки И последнее правило Которое вам надо знать Называется Правило Турецкого Удара Турецкий удар То есть Коварный Неожиданный Удар Так Вот такая позиция Позиция известного Белорусского Шашиста Связинского Можете попытаться Найти Здесь В этой позиции Комбинацию Поставить видео На паузу Если не получится Не расстраивайтесь Комбинация Для начинающих Шашистов Сложная В этой позиции Белые побеждают С помощью проведения Комбинации Вроде бы кажется Что Можно отдать сюда Шашку Черные Побьют Три Дамка Побили Три шашки И напасть Следующим ходом Черные Обязаны Бить Дамкой Видите Обязаны Бить Бьют И белые Начинают Бить Дамка И допустим Здесь останавливаются Четыре Побили Но эта позиция Ничейная Здесь Выигрыша Нет А в этой Позиции Можно Выиграть И вот Сейчас Я вам покажу Настоящую Комбинацию То есть Это был Ложный След Так называемый В некоторых Этюдах Вообще В шашечных Позициях Во многих Есть так называемые Ложные Следы Вот Настоящая Комбинация Белые Отдают Четыре Шашки Щедро Чёрные Обязаны Бить То есть Нет Такого Правила Допустим Брать За фуг Чёрные Скажут Я не буду Бить Пойду Сюда Нет Такого Правила Чёрные Обязаны Бить По правилам То есть Побили Одну Вторую Третью Дамка Побьют Дальше И всё На этом Остановились Эту Шашку Уже Бить Нельзя Потому Потому Что Эта Шашка Мешает Хоть Она Избитая Но Она Снимается Теперь Снимаем Шашки И У белых Остаётся Всего Две Шашки Но Они Побеждают Пять Шашек Чёрных И Одну Дамку Ещё Белые Ходят Ж2 Чёрные Бьют Оставшуюся Шашку Белых И Белые Проводят Свой Финальный Удар Побили 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 Дамка И Могут Уже Здесь Здесь Или Здесь Остановиться Допустим Здесь После Этого Снимаются Шашки И Дамки Сбиты Ну И Всё Тут Уже Выигрыш Лёгкий Допустим Чёрные Пойдут Сюда И Белые Просто Отрезали Чёрных Вот По этой Диагонали Называется Тройник Пошли Сюда Сюда Пошли Сюда Сюда Пошли Сюда То есть Я имею Право Ходить Туда Сюда По Любой Диагонали Никаких Правил Что Запрещающих Что Я не могу Ходить По этой Диагонали Нет Многие Начинающие Горят Что Нельзя Ходить Туда Сюда На самом деле Можно Пошли Сюда Сюда И Чёрные Вынуждены Отдавать Шашки Свои Побили Побили Всё Белые Победили Это были Правила Игры В русские Шашки Всем Спасибо За внимание С вами был Олег Бурылов До новых встреч До свидания Субтитры